почта и подтверждающий документ вашей личности и прописки то есть все то что вы загружали в umbrella все это тоже отправлять потому что компания будет отправлять по адресам верифицированным верификацию адреса проходит через поддержку понятно да на этом этапе вот 1 августа начинается этот процесс все те кто уже оплатил и отправили мне список кто уже оплатил пожалуйста до 1 августа пожалуйста мне отправьте этот список на все верификацию можете подтверждение адресов уже отсылать я этот список подам получу и сама отправлю отсюда но начиная с 1 августа компания будет отправлять по адресам проживания наших партнеров это номер один новость которая была объявлена мигелом по поводу организации структурирование организации работы именно наших инструментов что касается оси и прессе монет все те кто до 1 августа заключил контракты на покупку монет стоимостью 55 процентов 45 процентов скидки то есть пять процентов стоимости от номинала эти контракты сегодня с 1 августа закончены я не знаю какая прессия закончилась у нас теперь месячник айсио я всем говорила всем партнерам что активная фаза движения монет всех монет начнется с сентября но вот сейчас августа сегодняшнего дня у нас запуск умбреллы ждем это сегодня в ночь в любой момент запуск умбреллы и это означает что монеты появятся на койн маркет к поэтому пресс его закончен сегодняшнего дня и все я просто не могу сказать по какой цене еще монеты будут продаваться будет конечно скидка но какова она будет 20 процентов 30 процентов я не знаю но уже не 55 копеек поэтому три монеты которые мы не успели оформить до первого числа сегодняшнего дня они идут по 55 копеек а уже извините сентимус а уже какие будут расценки я думаю мы узнаем после сегодняшнего комьюнити которые должны выставить официально сегодня в ночь президент во всяком случае утром написал это основные новости которые хотела сказать о вот этим двум направлениям все остальное все что было обещано мигел еще не вернулся в лесобот у нас основная компания которая страховая компания которая осуществляет защиту умбрелла находится в порту поэтому до сих пор там я думаю что он завтра уже появится в офисе тогда какие-то новости как раз мы будем знать дополнительно единственное хочу сказать что на сегодняшний момент все что касалось бюрократических и необходимых финансовых операций по запуску умбрелла и всех механизмов которые нам были обещаны на август они закончены это он подтвердил вчера когда выставила сообщение и в переговорах которые вел с франциску роберт это наш основной мастер-дистрибьютор интернационал который осуществляет связь всей структуры с руководством компании он подтвердил поэтому на этом этапе мы ждем в любой момент под пошагово запуск тех инструментов которые нам были обещаны то есть вначале появится как какие-то видимо пояснения по запуску умбрелла по шагам то есть какие будут первые выводы обеспечены каким каков порядок что зачем будет идти потому что мы ждем и дивиденды мы ждем и контрактные монеты все партнеры которые оформляли контракты на покупку монеты и высосил голдкой у них у всех они стоят наличие не все у нас уже будут доступны к выводу поэтому ждем порядок каким образом шаг за шагом будет осуществляться их вывод ждем пояснения по привязке карты возможности механизм завода механизмов бык офисе вывода наших биткойнов посредством именно мастер-карт ждем пояснения по дальнейшему заводу карты виза видел сказал что в принципе протоколы готовы и по визе я думаю что в ближайшие дни мы получим известия когда мы сможем заказывать виза их пока нет в офисе пока только мастер-карт осуществляется рассылка из компании мастер-карту и партии первых карт договоренности которая была закончена еще в мае месяце поэтому было сказано сразу что виза будет опаздывать на месяц-полтора вот собственно говоря сейчас пришел ответ что протокольная часть согласования с виза тоже закончена тоже радует поэтому эти инструменты появятся в ближайшие дни часы я не могу сказать как точно сегодня сегодня в ночь завтра все это ближайшее время потому что все то что было обещано мы видим что что как бы не негативили в некоторые партнеры чтобы они не обещали и не прогнозировали что все упадет рухнет айбеком какие-то на пирамиды где можно заработать а эти стоят ничего не делают все подошло именно к той фазе когда можно сказать что вот эта машина большая машина индустриальная бы сказала так машина базисная нашего бизнеса она готова это все очень непросто было закончить очень непросто было реализовать учитывая тот багаж который пришел в нагрузку в запуску бизнеса в виде нас с вами то есть партнеров от игл вид трейд это не секрет понятно что это балласт который лег на компанию определенные были действия которые необходимы были для того чтобы реализовать что программа определенные действия компания сделала и на сегодняшний момент вот август компания готова запускать в активной фазе бизнес-инструменты все для нас с вами для партнеров млм подразделения и считаю что вот начиная с сегодняшнего дня в следующей неделе я буду давать конференции всех спикеров прошу у нас было несколько спикеров возобновляем эту практику конференции отдельно будем проводить по новостям по маркетингу по каким-то официальным событиям в компании и по подразделениям потому что прекрасно понимают что ознакомительная эта конференция которую неделю назад венгель назад которые записывала попы да и нашей карте топов это маленькая толика информационная которую но на сегодняшний момент разово только смогла дать нужно будет просто готовить материал дополнительно и давать конференции отдельно в этим составляющим нашего бизнеса поэтому это целый огромный пласт информации которые сразу конечно не усвоите не запомните сегодня хотела бы провести конференцию я ее запишу именно маркетинг компании ознакомительный маркетинг компании что возможно представить при первом знакомстве с партнерами каким образом представить наш бизнес который вошел в активную фазу с рабочими инструментами с действующим механизмом завода и вывода биткоинов это все работает поэтому вот эта часть нашего млм подразделения которая для новых партнеров абсолютно в рабочей стадии находится я хочу сегодня представить это я запишу сейчас кратко поэтому так я помню давайте не будем писать сейчас никакие вопросы а сотрудничество что они отвлекают в принципе я стараюсь проговорить все что вы хотите спрашивать я еще не договорил до конца вступительную часть уже вопрос о какой карте идет речь поэтому давайте не будем говорить об этом сейчас давайте подождем пока я все-таки проговорюсь а то что я хотела бы сказать для всех партнеров эта информация полезна всем поэтому давайте дождемся конца я открою чат для записи чуть позже после как проведу конференцию и так что еще нужно сказать для всех партнеров по верификации возникают вопросы не у всех проходит мы знаем сколько было проблем с умбрелой когда они загружались определенные документы в каком-то виде они не доходили в каком-то виде не не принимала форма эти документы через почту вам нужно подтвердить ваше проживание то есть тот адрес который у вас прописан в офисе айди идентификейшн вы можете подтвердить теми же документами которые подтверждали в умбрелла плюс если это совсем уже три месяца и стекло старые документы можете отправить новый подобный документ потому что подтверждение это будет происходить через нашу службу поддержки тоже немножечко проще поэтому я не думаю что возникнут какие-то проблемы заправка этих документов старайтесь отправлять те же даже я специально завтра буду в офисе спрошу возможно ли даже при истечении срока давности документа отправить все те же документы которыми вы подтверждали умбреллу я думаю тогда будет проще не будет путаниц потому что сложный процесс добывания скажем так этих справок но я помню сколько крови у партнеров было выпиток а пока мы нашли механизм что все смогли эти справки добыть поэтому я постараюсь каким-то образом этот вопрос согласовать и тогда в чате в общем информационном я напишу потому что вопрос верификации обязателен для карты подтверждение именно адреса проживания для чего это если забираю я карты и отправляют отдельный вопрос но компания включает механизм отправки автоматической отправки карт из бэк офис из офиса извините поэтому подтверждение вашего адреса к тому же если даже справку вы добываете русскоязычном поле вот есть у нас были такие справки которые пропечатаны кириллице пожалуйста тогда в своем письме пишите в латинской транскрипции этот адрес потому что компания будет заполнять этот адрес на конвертах сами они не переведут они и прочесть то не могут толком вот название русскоязычные наши поэтому для облегчения этого процесса и чтобы не затруднять для них работу повторными письмами и запросами вы сразу когда будете отправлять справку если будете отправлять справку в кириллице тогда пожалуйста сразу сами прописывайте адрес то есть улица город страна индекс пишите латинским алфавитом я думаю это не сложно вы сами прекрасно знаете как заполнять русскоязычное название латинскими буквами поэтому прописывать и так чтобы компания их могла отсюда отправить эти карты это все что я хотела сказать по вступительной части теперь я запишу просто презентацию постараюсь вложиться в 20 минут саму презентацию и прекрасно понимаю что уже необходимо иметь презентацию бизнеса нашей компании но краткую не 40 50 минут для того чтобы знакомительная часть для новых партнеров не было столь утомительной и так добро пожаловать добро пожаловать компания идентификейшн я хотела бы сегодня остановиться на некоторых аспектах сделать акцент акцентировать ваше внимание на некоторых аспектах которые пожалуй наиболее важны в нашем сегодняшнем мире который конкурентном мире который предлагает бесконечное количество проектов которые практически все обещают финансовую независимость возможность со строй бизнес возможность сдать инструменты рычаги устойчивого заработка на долгие долгие годы но к сожалению очень часто заканчивается плачевно подобные эксперименты и невозможно мы с вами обычные люди мы с вами и обычные пользователи интернет инструментов интернет stage поэтому мы не можем предугадать аналитически просчитать проанализировать все то что возможно что невозможно в данной ситуации не возможно все знать в этом мире Поэтому хотелось бы хотя бы в каких-то параметрах остановиться на тех нюансах, которые, безусловно, будут привлекать внимание к нашей компании. Итак, кто мы? Группа компаний, которые широко представлены на мировом рынке. Можно много говорить по этому вопросу. И, как правило, любая компания себя рекламирует подобным образом, но есть дальше файлы и много ознакомительного материала, который дальше в глубину позволит любому партнеру дать больше информации именно по этой теме. Почему мы представлены на мировом рынке? Это не MLM-компания, которая представлена во многих странах и на построении структуры зарабатывает какие-то бонусы для того, чтобы быть привлекательной в мировом масштабе. Нет. Здесь на мировом рынке представлен бизнес компании. Именно физическая площадка, базис, на которой наша надстройка MLM и построена. То есть базовый бизнес нашей компании – это сегодня уже 21 физически работающая компания, физически работающий бизнес, который и дает возможность усреднить доходность всех компаний и выплачивать нам определенные дивиденды по определенным категориям. В этом суть нашего бизнеса. То есть на сегодняшний день для того, чтобы реализовать подобную форму доходности для очень большого количества людей, необходимо было найти механизм, каким образом легально это сделать. И вот мы с вами теперь можем объявить в любой точке планеты, что доход, получаемый в нашей компании, является официально легальным доходом в любой юрисдикции любого государства. Потому что форма ПСИК, то есть приваду социал-клуб инвестимент, это форма, найденная нашими юристами нашей компании, она позволяет любому партнеру, любому акционеру стать инвестором, стать акционером нашего закрытого социального частного клуба инвесторов, которые участвуют совместно с руководством компании в кроумфандинговой системе развития бизнеса. То есть народное финансирование через определенную умную форму юридической организации. Мы с вами все являемся партнерами закрытого этого клуба, все с вами акционеры, которые владеют единой акцией, либо ценной бумагой, как угодно их называете, сертификатом, единым. Для всех одинаково, для миллионера, для человека, который зашел на 100 долларов, для всех единая эта форма. Получаем одну ценную бумагу участия создателей этого клуба. То есть мы не можем ее продать, мы не являемся акционерным обществом, которое выходит на определенные рынки для выпуска ценных бумаг, для их продажи, для их, я знаю, персонализации. Нет, у вас у всех одна акция, у вас у всех имеется один сертификат учредителя, который передается по наследству. Это номер ваш, регистрационный номер вашего бокофиса. Так устроена система. Получив этот номер, вы претендуете стать акционером, получающим дивиденды по годовой деятельности компании в следующий отчетный период. Помимо всех остальных инструментов маркетинга, учитывая, что каждый партнер компании является совладельцем на определенную долю, микродолю, скажем так, имущества компании, вы получаете дивиденды по исходу рабочего годового периода в следующий, я не знаю, какой период, месячный, либо трехмесячный, когда будут начисляться дивиденды по развитию бизнес-платформы. Это форма, которая позволяет нам с вами называться акционерами, сопартнерами, как угодно называть, но все мы партнеры клуба, частного закрытого социального клуба инвесторов с годовым обслуживанием, то есть годовой активностью от нас с вами 47 долларов. Поэтому я хочу сказать, что дальше нам предложен маркетинг-механизм. Это уже инструмент, наше с вами ID-идентификейшн подразделение платформы, это инструмент базовый, который позволяет привлекать акционерам в наш клуб ПСИК. Поэтому вот все то, что дальше мы будем говорить по маркетинг-инструментам, это дополнительные возможности для нас с вами, мы сетевики, для нас с вами, которые приглашают партнеров строить свой бизнес через построение структуры и на этом зарабатывать свои бонусы. Но при этом нам с вами гарантирован какой-то доход. Для того, чтобы этот доход зарабатывать, компания обязана выстроить некую платформу, базисную платформу, которая бы гарантировала что-либо минимально. Так вот у нас с вами гарантия минимальна 5%. 5% от инвестированной суммы. Сумма инвестируется как, я уже сказала, что краунфандинговая форма – это инвестиция ваших определенных сумм в развитие всего базиса бизнеса нашего совместно с руководством, которое осуществляется на уровне многих компаний, которые уже имеют место быть, компаний, которые имеют историю, компаний, которые на сегодня находятся в периоде стартапа, либо будущих проектов, которые в перспективе могут быть предложены руководством для рассмотрения в нашей компании. Я надеюсь, это понятно. То есть на сегодня стать партнером подобной бизнес-организации, я считаю, это даже привилегия. Почему привилегия? Потому что миллион партнеров, для которых рассчитан бизнес-инструмент нашего псих-клуба, это вот тот миллион, который обозначен нашим президентом для достижения его целей и задач на данном этапе развития. Я не знаю, как будет дальше. Возможно, за год-два-три развития уже бизнес-платформа наша будет столь широко и мощно, фундаментально развиваться в мировом порядке, что может быть и второй, и третий миллион открыт для партнерства в нашем клубе. Пока что миллион. Вся доходность в перспективе на развитие тех предприятий, которые являются участниками нашей платформы, рассчитан на миллион партнеров. Мы с вами, грубо говоря, только начинаем это движение. Поэтому стать партнером нашей платформы, защищенной и правильными делом Гомош написал, я передала его слова, что нужно не забывать, что уже сейчас, сталкиваясь с большим количеством компаний, регистрации, анализируя большое количество предлагаемых проектов с якобы легальной позиции в той или иной другой области, и сравнивая с тем, что сделала компания, можно сказать, что главное, что предъявляет наша компания, в отличие от всех других, на сегодня уже в готовом виде, это легальный пакет документов, который, ну, очень сложно повторить, крайне сложно. Это занимает месяцы и годы. Собрать вот тот пакет документов, который позволяет нам работать открыто, легально, в любом подразделении нашего бизнеса, получать доходы от этого подразделения, причем все это лицензируется не только в рамках европейского сообщества, либо там, утиноамериканских стран, либо Азии, а все документы, наша компания старается получить все лицензии, все протоколы подписать, именно, учитывая различные толкования стран и народов, а также религиозные, скажем так, отклонения, которые возможны в третьих странах, если, допустим, компания регистрирована в одном регионе, где этот бизнес может быть легальным, он не будет легальным, допустим, в зоне Азии, либо Африки где-то, где законы могут не соответствовать общему регламенту европейского направления. Поэтому очень важно понимать, что компания наша потрудилась, и потрудилась серьезно для того, чтобы получить несколько видов лицензий, протоколов, чтобы обеспечить легальной работы нас с вами, в любой точке планеты, и любой партнер компании, а мы на сегодня представлены в 120 странах, может получать свои дивиденды в легальном поле, показывать налоговым службам, платить налоги, если есть таково желание, и не привлекаться при этом за участие в каких-то пирамидальных организациях. Это важно. Почему? Мы знаем, что на сегодня, наверное, уже не секрет, сегодня Мария Морева опубликовала в чате интересное видео, где трактовка нового закона по Российской Федерации, который в июле вошел в действие, показывает, насколько сегодня регламентация работы в MLM-проектах, в интернет-бизнесе, с электронными деньгами подвержен проверке и контролю государственными органами. И это не только в Российской Федерации. Я сейчас приехала, прилетела от дочери на сегодняшний момент, я вам хочу сказать, что в UK вообще практически невозможно работать с наличными. То есть у них там ремонтные работы по дому идут, как мы привыкли, кого-то подешевле найти, где-то как-то заплатить подешевле мастерам работающим, у вас дома по знакомству, извините, только на счет положить деньги. Причем положить вначале на свой счет, объяснить их происхождение, а потом вы перечислите за проделанные работы тому лицу, который их осуществлял. Все очень непросто в этом мире. И на сегодня доходность ваша, которая может быть обеспечена официальными бумагами, легальными, подтверждающими их реальное происхождение, очень важна. Вот это главное отличие, это главный нюанс, который нашу компанию кардинально отличает от всего того, что предлагается на рынке. Этот нюанс, извините, стоил год работы нашей компании. Год работы именно в документальной базе, в оформлении необходимых разрешительных бумаг, в заключении всех необходимых сделок, контрактов со страховыми компаниями, которые необходимы в данном поле деятельности, финансовая деятельность, а также в реализации намерений, которые Клаудио в свое время объявил, каким образом. Цель задачи его, его многолетней деятельности, это создать некий финансовый поток для очень большого количества людей в легальном поле, который бы позволял перераспределять мировые богатства. Это очень амбициозные задачи. На первый взгляд, особенно когда впервые читали моего программы, это выглядело нереально. Но как можно соревноваться? Мы помним первые визиты россиян в офис, когда все программы, которые объявлялись тогда, казались год назад в утопии абсолютной. Я помню, Лена, наверное, здесь Никонова, когда разговаривали о переходе химической промышленности на производство биорастворимого пластика, даже у нас в голове это не укладывалось. Главный вопрос возникал, да какая же химическая промышленность вам позволит это сделать? На сегодня реальность, и мы это видим, химический пластик повсеместно вытесняется, уже на уровне государств, вытесняется либо бумажными аналогами, заменителями этой продукции, либо пластик, который изготавливается из биорастворимого сырья. То есть это отходы биологических каких-то продуктов. Поэтому все, что кажется нереальным год, два, три назад, на сегодня это начинает реализовываться, поэтому программа президента уже не кажется такой утопической. Причем его послужной список, есть его у нас в портфолио, оно гуляет по интернету, можно почитать и посмотреть. Сколько программ он начинал, которые казались утопическими на старте, проходили годы, десятилетия, и он за это получал массу премий, в международное признание, он получал массу наград от правительства за то, что все те начинания, которые он в свое время, как изионер, предлагал реализовать, рано или поздно получали свое развитие. Поэтому на сегодня, пройдя столь сложный путь, базисной регистрации, легализации своих идей, создан Костяк. Он уже создан и он готов. Для того, чтобы начав вот сейчас с августа работать, мы, ну в принципе, его месяц X, как он говорил, месяц старт, это был сентябрь, но мы видим, что с августа начинается запуск всего этого в реальном времени, то есть до конца года. Обещанные инструменты и механизмы, которые дадут возможность очень большому количеству партнеров все-таки реализовать эту программу, он запущен. Самые главные подразделения нашей платформы, которые обеспечат ее жизнеспособность, это, во-первых, e-commerce, наличие товаров и услуг, во-вторых, e-payment, это платежные свои инструменты, то есть наличие своих инструментов, которые позволяют, зарабатывая электронные деньги, реализовать их в реальном мире. Дальше мы имеем на сегодня, криптомир, он пришел, чтобы остаться. Наш президент это понимал прекрасно, поэтому еще начиная с 2011 года он работал плотно с технологиями блокчейн, много разработок, это отдельные презентации. Так вот, экченж, создание нашего экченжа, нашей собственной разработки, не нашей, извините с вами, а президентской разработки, собственного обменника, который является частью платформы, частью доходной части для нас с вами, потому что доходы от экченжа мы с вами тоже будем получать, как часть наших дивидендов, это тоже на сегодня уже реальность. И самое главное, над чем особенно работает президент и настаивает, в обязательном порядке настаивает на развитии обучающих программ, дающих понимание сегодняшних реалий, сегодняшнего бизнеса, направлений экономических, что куда движется, каким образом, что куда в измененном порядке направляется. То есть наш с вами мир, технологически совершенный мир, он не прост для понимания основной массы населения, так как наш президент хотел бы дать изменение качества жизни, минимум для миллиона партнеров, то необходимо, что это образовательная часть. И вот у нас Е-тренинг, он тоже запущен, это та часть, которая в последней стадии подготовки, она последней зайдет, потому что первое и самое главное, как говорит наш руководец, это возможность финансовых механизмов дать доступный вывод наших денег и реализацию их фиатных деньги. Это самый главный механизм. Следующий образовательный тоже необходим и тоже на старте. Поэтому вот наша платформа, о которой стоит сказать отдельно, платформа, которая сформировалась не одним днем. Если внимательно разбирать вот этот файл, мы увидим, что регистрация различных компаний, она начиналась и формировалась на протяжении десятилетий. И первое у нас АСВ, это базисное обоснование нашей золотой монеты, это наша золотоносная шахта и золотодобывающая компания, она основана в 49-м году прошлого века. Компания, которая работала и была успешна на протяжении всех этих лет. Три года шли торги с государством. В 17-м году было оформлено это соглашение, но до этого компания принадлежала государству. Фазен Добранко, можно найти, много информации о ней есть, поэтому можно найти и посмотреть, где она расположена. Поэтому АСВ, сама шахта, работает с 49-го года. Есть компании, которые работают с 9-го года, с 7-го, с 11-го, с 18-го, с 19-го, даже с 19-го, потому что ПЛА, корпорация, была зарегистрирована, базисно уже зарегистрирована и оформлена только в феврале 19-го года, этого года. Но подготовка этой структуры шла с 17-го года. Почему? Потому что в феврале 17-го года нашему президенту удалось получить патент на усовершенствование технологии добычи материала для производства биорастворимого пластика из отходов переработки сахарного тростника и кукурузы. Их несколько направлений. И технология не новая, технология более 20 лет. Начиналась она с переработки маниоки топинамбура, поэтому эта все стоимость, эта технология была столь высока, что не шла ни в какое сравнение у производства химического пластика и от отхода в химической промышленности. Поэтому не применялась широко, но над ней работают многие концерны во всех точках мира. Существуют определенные лаборатории, существуют институты, которые занимаются совершенствованием этой технологии. Но удешевить, что удешевить, как удалось Клаудиу Энрике, ну пока что не удавалось никому. Мы уже имеем много примеров и много сравнительных характеристик. С 2017 года это итальянские заводы по производству пластика из отходов сахарной свеклы, переработки сахарной свеклы. Но это несравнимые цены по строительству завода и себестоимости продукции с тем, что удалось сделать Клаудиу. Он настолько усовершенствовал технологию переработки именно этих отходов сахарного тростника и кукурузы, что сравнялась цена с химическим сырьем. Абсолютно аналогично. Поэтому в 2019 году были оформлены все документы, создан холдинг ПЛА и 75% холдинга ПЛА вошло в состав нашей платформы, нашего холдинга Феникс, частью которого мы с вами являемся. Можно говорить очень много о каждом подразделении, но это отдельная, наверное, часовая презентация будет бизнеса нашей компании. Сегодня у меня цель представить кратко бизнес нашей компании. Что такое наши четыре криптомонеты? Я уже сказала, что образование позволяет нашему президенту работать во многих областях развития технологий. И пришедший в свое время технология блокчейн, пришедшая на рынок, мы знаем, в 2009 году, как долго пробивала себе путь на сегодня, особенно с 2013-2014-2015 год. Ни у кого уже не вызывает сомнений, что эта технология пришла, чтобы остаться. И носителем этой технологии, его эквивалентом является криптомонета, которая, ну, как двигательный механизм осуществляет взаимодействие двух сторон. То есть любая монета, работая в определенном направлении, отражает отношения двух сторон. Для этого создавалось либо это денежные отношения купи-продай, либо это какие-либо другие отношения, те, которые в основе наших монет лежат. То есть сельскохозяйственная продукция, производитель-потребитель. Если это эко-продукция, тут опять же производитель некоего сырья, экологически растворимого, его потребитель. Это, в частности, наша технология ПЛА, но не только, в том числе переработка бумажного сырья и каких-то других видов отходов, которые будут разделены. Если это тайм из мани, то это отношения оператор и клиент, это телефония. То есть есть много отношений, которые идут через токенизацию, информацию хранить на технологию блокчейн. И носителем хранения этой информации являются монеты. В частности, наши четыре, три я уже сказала, куда именно их отнести. Четвертая наша главная монета Eagle Social Gold Coin, это монета, которая является базисной в отношениях перевода криптовалюту в фиатные деньги, то есть ступенька, которая от технологии делает мостик к фиатным деньгам, которые являются базисом для отношений в экономике развития наших, ну, во всех странах. Поэтому, если говорить о Eagle Social Gold Coin, почему так? Потому что наша монета имеет абсолютно достоверное, подтвержденное, прошедшее столько, ну, я не знаю, получившее столько лицензий, прошедшее столько проверок, подтверждений на мировом уровне всевозможными бумагами, геологоразведкой в 350 страниц, подтверждающим заключение, наличие более чем 500 тонн золота в собственной шахте, которая прошла листинка лондонской биржи драгметаллов, для того, чтобы стать подтверждением реальным состоянием содержания, вернее, золотоносного содержания каждой нашей монеты. То есть одна монета, один грамм золота, подтверждены на всех уровнях, которые только можно себе представить, всеми протоколами, которые можно предъявить и прочитать. Поэтому наша монета, являясь криптографическим изображением, то есть это все-таки программа, это все-таки алгоритм, наша монета вместе с тем равна одному грамму физического материала, то есть золота, это физический металл, который может быть адекватно измеряем в других эквивалентах фиатных денег, где угодно. Поэтому на самом деле реализация вот этого мостика через криптовалюту, реально подтвержденную физическим составляющим, является базисной для того, чтобы стать, ну, может быть, это немножко амбициозно сегодня не звучит, но заявление нашего президента, чтобы стать одной из основных расчетных валютных единиц в мире криптографии. Я думаю, что так это и будет. Поэтому на сегодня эта реальность вот с 1 августа с получением в действие Умбреллы является уже шагом к тому, чтобы стать обменником, реальным обменником между реальными деньгами и криптовалютой. Вот наша монета Eagle Social Gold Coin, первая, которая прошла при ICO, а ICO на сегодня выходит в жизнь. Остальные монеты, я еще раз повторюсь, с 1 августа при ICO закончена, сейчас еще у нас идет месячник ICO, и с сентября монеты выходят в реальную жизнь уже через Умбреллу. И я думаю, что с этого момента стоимость их базовая на сегодня 1 доллар. Имеется в виду доллар, который стартует на Умбрелла. Какую дадут скидку на ICO, я пока не знаю. Будет сказано, я объявлю отдельно. Но наша монета Eagle Social Gold Coin имеет стоимость 1 грамма золота. И все партнеры могут наблюдать у себя в их офисе рост цены грамма золота. Следовательно, и наша монета. То есть, помним, да, начисления начинались 38 долларов 50 центов. На сегодня, кто заглянет в их офис, это 45 долларов и колеблется количество центов. И 44 бывает, и 43, 45, даже 46 один день я наблюдала. Но то есть, с ростом грамма золота растет цена нашей монеты. Будет ли она торговаться на бирже на повышающийся коэффициент? Думаю, что да. Но это спекулятивные торги на бирже, которые, ну, отвечают, в общем-то, эквиваленту биткоину, да, по биржам. Если же мы захотим поменять монету на фиатные деньги, то здесь курс установлен четко. Я прошу это не путать. У нас монета не может глобально расти в десятки тысяч раз. Почему? Потому что она привязана, жестко привязана очень многими регламентами к одному грамму золота. Грамм золота столько стоит, столько стоит наша монета. А вот остальные монеты, рост их, поверьте мне, особенно 20-й год, это в десятки, десятки раз. Почему? Это отдельная тема отдельных вебинаров, и мы будем их и теперь проводить постоянно. Почему? Потому что понять, как привязана каждая из монет к физической составляющей, к физическому бизнесу, который на сегодня все еще в области стартапа, да, и первый стартап уже пришел в реальность. Почему? Стартап какой-то? Потому что мы с вами получаем буквально на этой неделе уже возможность купить наши сим-карты оператора Телпоп, которые жестко увязаны именно с тайм из мани, с нашей монетой, и наши с вами отношения, переговорные отношения посредством этой карты уже позволяют говорить о том, что тайм из мани запускается в реальное действие. Поэтому, так как их лимитированное количество, 500 миллионов каждой монеты выпущено, и увеличиваться количество их не будет на этом этапе во всяком случае, так говорит наш президент, то, следовательно, цена их будет только повышаться. Почему? Очень интересны эти проекты. Я давала отдельно, есть презентация, вот, я в измании по нашей платформе, вы видите, насколько интересен этот оператор, а это наш с вами оператор, он очень интересен для всех пользователей, а для нас с вами, участникам нашей платформы, ID партнеров, это еще одна возможность минуты реализовать в деньги посредством передачи с одной карты на другую, то есть еще и возможность, минуя банковские отношения, пересылать деньги посредством наших тайм из мани. Поэтому, это момент, который дает старт один за другим всем четырем монетам. Мы подошли к этому рубежу, мы с вами в нем находимся, в этом рубеже сегодня, 1 августа, я надеюсь, что уже следующая неделя будем говорить о том, каким образом мы с вами входим в этот процесс. То есть, будет выдан сегодня-завтра механизм старта первых шагов вывода монет в реальную жизнь. Итак, добро пожаловать в клуб. Что вы можете получить? Что дает вам, вернее, партнерство, членство в этом клубе? То есть, мы можем воспользоваться активами, мы можем получать услуги, покупать продукты в нашем клубе, активами клуба, получая наши дивиденды. Об этом говорилось много раз. Итак, 8 видов вознаграждений, которые нам гарантированы по маркетингу и без маркетинга, без участия в построении сети нам гарантирован 9 вид дохода. Это дивиденды по итогу работы физической нашей платформы для каждого акционера на одну его акцию по итогам прошедшего года. Это важно понимать. Здесь два вида деятельности. И любой из нас, который решил работать в MLM-подразделении, либо не работать в MLM-подразделении, заключил контракт по партнерству с компанией, купил монеты, либо просто инвестировал деньги, он имеет одну акцию. Для всех эта акция, но равное количество разделяется всем по одной. Одна фамилия, один владелец может иметь только одну акцию. Здесь нельзя сделать их несколько покупок. Это нужно понимать. Итак, более 2 миллионов товаров это у нас e-commerce, шоппинг, который, я думаю, в конце августа будет готов и запущен. Туризм тоже должен прийти к нам в конце августа. Это все то, что объявлял Мигелы пока. Я хочу сказать, что эти платформы готовы. Что касается туризма, вот все поездки, которые делает руководство, и я наблюдала этот момент, вот все полеты, которые осуществляет Мигел Гомес, он делает через платформу Серж. Это платформа партнер нашей компании Серж 365, которой мы с вами тоже получим доступ, которая позволяет по скидочной системе использовать покупку, использовать их услугу, да, осуществлять покупку билетов и отель. Это все уже есть. Вопрос, что подвязка платформ осуществляется подшагово. Для нас с вами важны финансовые инструменты прежде всего. Тем не менее, партнерство с Серж уже есть. Партнерство не только с ними, но и со всеми остальными компаниями, которые осуществлять будут доставку товаров и услуг, то есть шоппинг, они тоже есть. Уже многие партнеры, которые здесь были, в реальности эти платформы видели. Вопрос в увязке их с основным носителем, с нашим с вами бэк-офисом и доступность каждому партнеру этих инструментов. Но первый инструмент это наша карта предоплатная, наша умбрелла и наш сим-карта Телепоп. Это первый шаг за шагом. Вот на это дан август. И к концу августа начинается привязка шоппинга и думаю, что Серж тоже будет доступен для нас с вами уже к сентябрю. Поэтому и сказал президент, что очень важны для нас вот эти, как он сказал, 75 дней. Почему-то 75 посчитал. Но я говорю обычно полтора месяца, полтора-два месяца, потому что за этот период все то, что я перечислила, должно войти в активную фазу работы. Именно поэтому я всем партнерам говорила, когда требуют, вот я хочу это, я хочу то. Вы понимаете, ничего не делается щелчком пальцев. Компания приготовила серьезнейший инструмент и механизм. Но все пошаговые инструменты требуют времени для их загрузки. На сегодня мы готовы к загрузке Умбрелы, готовы к загрузке действия нашей предоплатной карты. Замечательно. Почему так? Потому что сам механизм привязки шоппинга это не просто дать возможность воспользоваться и коммерс. Вы видите на этом файле, что шоппинг дает дополнительные возможности нам с вами зарабатывать деньги. То есть открываются уровни, мы будем получать плод 11 уровня вознаграждения по построению структуры, по осуществлению наших с вами покупок товаров и услуг. Поэтому это отдельная работа и нелегкая работа. Для нас с вами на сегодня, вот начиная с сегодняшнего дня, абсолютно действует механизм работы по маркетингу в, скажем так, в рамках кромфандинга. Мы покупаем свое место, то есть мы оплачиваем согласно наших средств, какие у нас с вами есть, оплачиваем пакет стоимостью от 100, ну если быть точно, 97 долларов до 35 тысяч 277 долларов. Мы оплачиваем этот пакет, мы с вами являемся партнером компании, мы являемся акционерами клуба закрытого и получаем возможность 5х, что получение доходности в дивидендах до 500% от вложенной суммы. Это важно. Этот механизм работает в биткоинах. Если есть желание у партнера перечислять деньги банковскими транзакциями, пожалуйста, компания всегда работала открыто, в этом направлении существует счет, он у нас есть, многократно его выставляла счет компании, куда вы можете перевести средства, далее подтверждающий документ перевода на поддержку отправляете, вам активирует пакет тот, который вы оплатили посредством банковского перевода. Это тоже существует. Просто биткоинам удобнее, это быстрее работает, и тогда мы получаем вознаграждение в биткоинах. Если же вы переводите деньгами, у нас привязка банковских счетов с заводом умбрелы шаг за шагом будет осуществлена, если партнеры хотят работать только с фиатными деньгами, но это не перспектива август, это перспектива скорее всего октябрь-ноябрь. Банковские счета в том числе будут привязаны посредством наших платежных систем, пожалуйста, хотите так работать, но я считаю, да еще и в свете всех отношений сегодня с налоговыми службами, что работать с биткоином удобнее для всех. Именно поэтому нам с вами компания и предоставила инструмент в нашу предоплатную карту. Возможность обналичивать биткоины посредством этой карты, минуя другие платежные системы. Итак, мы можем начинать наш бизнес начиная от 100 долларов и до 35 тысяч, то есть 100, 250, 450, 1000, 2, 4,5, 7, 14, 21, 200, грубо говоря, 35, 300. Каждый пакет до сих пор мы не платили, начиная с августа будем платить. Имеет месячную активность, то есть обслуживание нашего бэк-офиса, вы видите, айдис это доллары. Вы видите стоимость каждого пакета, ежемесячное обслуживание, из которых формируется наш резидуал от 5 долларов до 300 долларов ежемесячно каждый пакет обязывает нас с вами оплачивать ежемесячную активность и на этих деньгах формируются 6 уровней резидуальных платежей по ежемесячной активности. При этом, если рассматривать полностью эту таблицу, то мы видим, что каждый пакет несет в себе нагрузку баллов для бинара где-то 1 к 3 30 процентов стоимости пакета в среднем. Это количество баллов, которые вам дают возможность получать вознаграждение в меньшей энергии в бинарной структуре. Итак, раундфандинг. Почему от 5 до 21? Минимально компания решила установить нижнюю планку. Если первоначально, когда компания стремилась открыть стартово дать бизнес в доступ ко всем партнерам, так сказать, стартовать в большом масштабе, то есть не стояла нижняя планка. Не ограничивали внизу никакими процентами в начале, то есть от 0 до 21 стояли в начале цифры. Президент обязал поставить нижнюю планку 5. Почему? Потому что на стартовом периоде прекрасно мы с вами знаем, какой бизнес открывается, формируется реальный бизнес, не зависящий от прихода, ухода партнеров, которые снизу оплачивают верхстоящие структуры. Если действительно бизнес реальный формируется на доходах, которые от оборота денег появляются у компании, то наш бизнес мог начаться от 0 до 21. президент настоял свое время поставили нижнюю планку 5. И вот благодаря этому, начиная с мая месяца, мы с вами получаем 5% стартового бизнеса компании, который все больше и больше набирает обороты. Уже написал Мигел, что с сентября этот процент будет повышен, потому что компания разгоняет бизнес. Но самое главное, за эти месяцы удалось нормализовать регламенты, все страховые защитные программы включить для того, чтобы можно было сказать, что мы с вами готовы к работе. Итак, от 5 до 21. Причем от суммы вашей инвестиции вы получаете верхний барьер, в том числе верхняя планка. Если ваша инвестиция до 500 долларов, вы получаете от 5 до 10%. Ваша инвестиция от 1000 до 4,5 тысяч, ваша верхняя планка 15%. Если вы вкладываете от 7 до 35 тысяч, ваша верхняя планка доходности 21% на этот стартовый период, на этот год. Я не хочу заглядывать далеко вперед, но только строительство заводов ПЛА, я думаю, через год-полтора позволят поднять все эти планки значительно. Это очень доходная часть нашей платформы. А учитывая, что 75% всего бизнеса принадлежит нашему холдингу, это серьезные деньги, но к ним еще нужно подойти. Но учитывая, насколько скурпулезно компания строит отношения со всеми бизнес-подразделениями и бизнес-партнерами, поверьте, через год, я думаю, мы за год достигнем количества 1 миллион, клуб закроется для регистрации, я думаю, что доходность клуба будет значительно выше. Я не хочу заглядывать далеко вперед на следующий шаг, но это руководство решит, каким образом дальше развивать бизнес. Просто я хочу сказать, что эти проценты и этот маркетинг определен на 2019 год. Поэтому дальше с 2020 года мы узнаем, каким образом будет развиваться бизнес дальше. Итак, линейная часть, то есть приглашая партнера с вашего личного приглашенного в первый уровень, вы сразу мгновенно получаете 10% от суммы его инвестиций. Далее, в зависимости от суммы вашей инвестиции, опять же, у вас открываются уровни в глубину в линейку. Если вы даже на 100 долларов зашли, первая инвестиция на 100 долларов, тем не менее, 3% от второго уровня линейки вам обеспечены суммы инвестиций партнеров. Если у вас инвестиция 250 долларов, у вас открывается еще один уровень, 2%, это, грубо говоря, третий уровень вашей линейки. Если же вы заходите на 1000 долларов, то помимо личников 10% у вас открываются еще 6 уровней. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. И максимальное количество уровней открывается от инвестиций в сумме 2000 долларов. Личные приглашения 10% и в глубину еще 7 уровней линейной структуры, которые вам позволяют мгновенно зарабатывать вознаграждение от суммы инвестиций ваших партнеров. Поверьте, это серьезные деньги, потому что структура расширяется. Каждый, имея количество личников, а нам их необходимо иметь минимум 3, это минимальный минимум для квалификации в бинаре и карьерного роста, поэтому минимум 3, каждый, если вы даже посчитаете, это значительные деньги. И эти деньги реальны для входа и реальны для вывода ежедневно. Это все то, что работает с февраля месяца этого года, как часы деньги мы все выводим. Вот тот самый резидуал, о котором я говорила, ежемесячные наши платежи, которые с августа месяца включат. То есть мы оплачиваем и тут же мы получаем со своей структуры, со всех их оплат в зависимости от опять же вашей суммы инвестиций, количество уровней вы тоже видите, 7 уровней в глубину вы получаете вознаграждение. При построенной структуре мы получать будем гораздо больше, чем оплачивать ежемесячный резидуал. Очень важен для устойчивости компании, мы это с вами понимаем. Мне очень нравится наш бинар. стартовой таблицы, когда вам показывают ваши пакеты и количество баллов на пакет для работы в бинаре, я акцентировала, что каждый пакет у нас дает 30% примерно в баллах, которые нам засчитываются в бинаре по меньшей ноге для получения наших доходов. Здесь важны ваши квалификации. То есть без квалификации просто партнер получает 10% суммы баллов меньшей ноги. мы растем квалификации, ниже об этом скажу, квалификации достаточно низкие. 1875 это первый ранг в меньшей ноге на 3 умножили, вы получаете какое количество денег вы должны заработать по меньшей ноге, чтобы получить свои 20% и начиная от 4 ранга это сапфир, от 4 ранга вы получаете 50% суммы баллов меньшей ноги. Но вы видите лимиты в день. Всегда важно в бинаре найти ту золотую середину, которая бы его долгожизненность подтвердила, если можно так сказать. Долговременное существование бинара это вопрос открытый всегда во всех дискуссиях. Мы знаем, что бинар это очень рискованный вид маркетинга, поэтому я считаю правильным ограничители у нас в лимитах в дневных здесь стоят, потому что у нас есть другие виды дохода. И вот ограничения, невзирая на вашу инвестицию. Если вы положили 4,5 либо 7 тысяч личной инвестиции, но вы находитесь на третьем ранге, это Оникс бывший, это у нас 2 тысячи в день. Если вы четвертый ранг, это сапфир, это 4 тысячи в день, хотя вы можете положить 21 тысячу личной инвестиции. У вас есть другие доходы на эту сумму значительные, но бинар четко регламентирован и четко здесь ограничен. Максимальный в день вывод 10 тысяч это один экстракт. А ранги это очень серьезно здесь. Идемте дальше, вы поймете, почему серьезно. Посмотрите на эту таблицу. Если, допустим, первые стартовые квалификации достаточно быстро можно достигнуть, у нас первый ранг 1875 баллов меньше, умножайте на 3, это достаточно быстро достигаетесь, то берем допустим седьмой ранг. Это уже у нас даймонд. Два квалифицированных ваших лично приглашенных в разной ноге. Это два сапфира. Но если мы выходим на 11 ранг, сапфиры тоже получают все еще 4000 лимитов в день по бинару. Все еще. Но при этом если мы выходим на 11 ранг, это у нас даймонд ройалти, то получается, что у меня должно быть 3 ранга по 9 двойных даймондов. Это очень серьезные должны быть уже квалификации у партнеров. Партнеры должны работать очень серьезные структуры, поэтому выйти сюда тоже нужно потрудиться. То есть устойчивость бинара я считаю здесь математически хорошо просчитана. Можно разбираться тоже отдельно по маркетингу. Но учитывая, что компания должна благодарить и стремиться благодарить всех работающих партнеров, поэтому лидерские вознаграждения здесь достаточно низкие. То есть ранг 6 это у нас рубин, ранг 6 начинает получать ежедневно 6% заработка своей структуры линейной, то есть личники в бинаре. Вот у меня сколько личников? У меня 12 личников. Почему минимум 3? Чем больше у вас личников, которых вы сможете обеспечить информацию, с которыми вы сможете работать, сможете помогать им развиваться, не нужно бесконечное количество их регистрировать. Количество личников должно у вас быть пропорционально возможностям вашим затрат на них по времени и ресурсу информации, которую вы можете им дать. Так вот, если мои личники развиваются со мной вместе, у них растет структура, я заинтересована в этом. Почему? Потому что их заработки от моих личников в бинаре ежедневно 6% от их заработка я получаю, начиная от 6-го ранга. 7-й ранг это уже даймонд, я получаю тоже 6%, а вот двойной даймонд 6% и 2% со 2-го уровня. Всего у нас 3 уровня максимально, но это очень серьезные деньги со структуры, которые только будут расширяться и расти, учитывая, что возможности для увеличения своего заработка, здесь заложены шикарные, вы это видите, в математике это все можно просчитать и показать. И более того, нам дан еще годовой бонус, помимо бонуса нашего по акциям, который никоим образом к маркетингу не относится, у нас есть годовой бонус по Galaxy, когда 3,85% прибыли ID identification от маркетинга прибыли разделяются между квалификационными лидерами, вы видите, в этих рангах, 0,1% между 5-ми рангами, 0,2% между всеми партнерами, кто достиг 6-го ранга, между 7-ми рангами 0,25 и так далее, 11-ый ранг, 1% будет разделен между 11-ыми партнерами, достигшими 11-ого ранга по итогам года, это серьезный бонус, кроме этого, мы с вами уже очень многие достигли рангов и следующий шаг это с сентября, поэтому на 75-е президент сказал, чтобы 100% выйти на маркетинг, это не только маркетинга плата процентов кромфандинг, как все посчитали, у нас есть с вами еще ваучеры, у нас есть с вами еще бонус платежи по рангам, уже многие достигли сапфиров, поэтому вот здесь, и это очень важно, с запуском нашей платформы e-commerce, вот это все у нас сразу будет выдано в бэк-офис, это сентябрь, я думаю, к концу сентября это будет закончено, это серьезные деньги, и если мы сможем с вами покупать минуты, наши с вами, минуты, да, на 500 тот же ранг, допустим, первый 500 я получила баллов для покупки минут, минуты я перевела своей дочери, она их обналичила, тайм из мани, деньги, замечательно, потому что минуты по нашей карте, это тоже услуга, которая будет доступна через наш e-commerce, это тоже наши деньги, то здесь заложены большие механизмы, инструменты заработка во многих направлениях, поэтому карьерный ваучер, а с определенного ранга мы уже получаем деньги, лидерская премия, да, это седьмого ранга, поэтому это все ближайшая перспектива, вот еще у нас август, сентябрь, почему и назван был 19-й год стартовым, но я думаю, что до конца года все абсолютно будет нормализовано, но работать, у нас с вами, работать по построению структуры, зарабатывать деньги, есть все абсолютно инструменты у нас в руках уже сегодня, все работает абсолютно, я могу это подтвердить многократно, начиная с конца февраля, все партнеры, которые работают, мы с вами заводим деньги, также их прекрасно выводим, максимальный 72 часа период вывода денег, ну, как правило, такого не было, но до 48 часов деньги все выходят, биткоины на ваши кошельки, которые на сегодня привязаны в бэк-офисе, это все, что я хотела сказать сегодня именно по ознакомлению с бизнесом компании нашей ID Identification, подразделения нашего холдинга Феникс, я думаю, что будет много вопросов, но более широко по каждому направлению это отдельные вебинары, которые мы со следующей недели начинаем делать по маркетингу, по бизнес-структуре, по предприятиям компании, по отдельным направлениям работы нашей платформы. Глобал Стар Клаб Возможности безграничны Клаб Возможности безграничны Продолжение следует...